Коллаген. Одно это слово звучит как пароль к вечной молодости. Его добавляют в кремы, напитки, капсулы, обещая гладкую кожу, сильные суставы и даже защиту от старости. Но вот главный вопрос. Действительно ли этот белок способен омолодить нас изнутри или все это красивая маркетинговая сказка? Почему одни люди в 50 выглядят на 30, а другие уже в 35 теряют упругость кожи и жалуются на суставы? Где граница между мифами и реальными возможностями коллагена? И самое главное, нужно ли его пить или все, что нам нужно для молодости, мы уже получаем с едой? Такое мнение тоже есть. Меня зовут Юлия Щербатова. Я главный врач и основатель клиники, кандидат медицинских наук. Сегодня спокойно, без рекламы и мифов, я хочу разобраться с темой, о которой много спорят. Питьевой коллаген. Пить или не пить? Кому он нужен? Как выбрать? Посмотрите до конца. Потому что я дам чек-лист из пяти пунктов, как сделать коллаген максимально полезным, если вы решили его принимать. Для начала разберемся, что же такое коллаген. Я на своих приемах привожу такой пример пациентам, когда говорю про коллаген. Если мы человеческое тело разделим на две кучи, на две части, то у нас получится удивительная пропорция 80 к 20, где 80% будет весь коллаген нашего тела. Это соединительная ткань, без которой ни один орган, ни одна структура, ни одна косточка, хрящ, стенка сосуда, мышцы, зубы, волосы, ногти, все что угодно не синтезируется, не происходит. А только 20% человеческого тела будут составлять все его органы. Это удивительно. Поэтому без коллагена человек точно будет нездоровым, точно где-то будет какая-то проблема. Итак, чтобы упростить понимание, скажу так. Слово коллаген прямо буквально означает в переводе с греческого клей. И теперь вы можете легко себе вообразить, что в вашем организме делает коллаген. Соединяет все ваши клетки вместе, в единый ансамбль. Коллаген – это такой живой конструктор, который обновляется, который меняется с определенной скоростью в нашем организме. В юности, когда мы молодые, у нас высокий гормональный фон, хороший обмен веществ, коллагеновые волокна живут в среднем 4-5 недель, а потом заменяются на новые. С возрастом этот процесс замедляется и становится менее эффективным. Поэтому мы начинаем видеть те процессы, которые в юности протекали легко и быстро, там порезался, все быстро зажило, сломал ногу, ничего страшного, через 3 недели будешь как новый. С возрастом этого не происходит. А сейчас мы с вами обсудим, что нужно делать для того, чтобы ваш собственный коллаген образовывался правильно. Объясняю максимально просто. Для того, чтобы коллаген в вашем организме синтезировался правильно, много, эффективно, столько, сколько нужно, необходимо наладить поступление белка. Но поступления одного только белка мало. Почему? Потому что есть такой ключ к этому процессу замечательный, и это витамин С. К-факторы, которые также участвуют в том, чтобы коллагеновые спирали собирались правильно. Если у вас есть дефицит витамина С, ну, например, в поступлении с пищей, или вы не принимаете никакие добавки, скорее всего, ваша кожа будет выглядеть не очень хорошо. Скорее всего, ваши суставы будут портиться при нагрузке гораздо быстрее, чем у тех людей, у которых с витамином С все нормально. Важность витамина С трудно переоценить, но если мы посмотрим с вами на обычного, типичного городского жителя, который мало ест зелени, не принимает добавки с витамином С, вообще ничего про это не думает, очень часто мы увидим у них нарушение плотности десневой ткани. Мы увидим продонтит, мы увидим воспаление суставов и так далее. То есть все то, что, в общем-то, раньше называли цингой. Плотные, красивые, упругие коллагеновые цепи никогда не соберутся без микроэлементов. Микроэлементы, которые участвуют в синтезе коллагена, следующие. Железо, цинк, медь и марганец. К чему мы пришли? К тому, что полноценный пищевой рацион – это база. Если в вашем организме достаточно поступления с пищей всех этих микроэлементов и витаминов, то проблем не будет. Но по миллиону причин бывает так, что поступления с пищей недостаточны, и тогда нужно принимать пищевые добавки. Ничего плохого, кстати, в них нет. Но пищевые добавки никогда не нужно назначать себе самостоятельно. Если вы видите, чувствуете, что в вашем организме происходит какая-то поломка, плохо заживают повреждения, болят суставы, плохо переносите физические нагрузки, нужно записаться к эндокринологу. Кстати, если вы готовы записаться к эндокринологу и поговорить об этом, вот здесь в первом комментарии есть ссылка на запись к эндокринологу. И запомните, никто не будет назначать вам витамины на пожизненный прием. Витамины и микроэлементы всегда назначаются врачом на определенный конкретный период, пока мы разбираемся, почему возник дефицит в вашем организме. Ну и, конечно же, на синтез коллагена влияют три замечательные вещи, о которых мы говорили миллион раз, но, кажется, еще не все поняли, в чем фокус. Я расскажу еще раз. Полноценный сон. Полноценный сон – это база, не забудьте. И, кстати, вот здесь есть мой ролик, как правильно засыпать, если у вас не получается. Второй фактор, который влияет на синтез коллагена напрямую – это физические нагрузки. Потому что во время физической нагрузки рецепторы нашего тела считывают эту нагрузку, передают в головной мозг, в центральный компьютер. И по принципу обратной связи мозг регулирует синтез коллагена. И третий момент, наверное, мой самый любимый, самый важный, о котором мы всегда с пациентами своими говорим – это гормональный баланс. Гормонов у человека современная наука выделяет 72. Огромное количество, о которых вы никогда, возможно, ничего не слышали. Но знайте, что как только в организме возникает какой-то гормональный дисбаланс, какое-то дефицитарное состояние по гормонам, это неизбежно приведет к падению синтеза коллагена. Так уж устроила природа. И этим вопросом, конечно же, занимается тоже эндокринолог. Возможно, вы заметили, что я часто говорю про эндокринолога, хотя я косметолог. В моей клинике и у других докторов, которые принимают в клинике, ни один прием косметологический не обходится без консультации эндокринолога. Потому что человек – это биохимическая фабрика. А всей этой биохимической фабрикой заведует эндокринолог. Потому что это тот человек, который разбирается в базовой биохимии человека лучше, чем все мы вместе взятые. И для того, чтобы работа косметолога была успешной, необходимо знать, быть уверенным, что в организме человека нет никаких проблем, которые препятствуют наступлению эффекта от косметологических процедур. Отдельно хочу добавить про еду, про холодец, про костные бульоны, которые так тщательно обсуждаются в сети. Давайте будем трезвы и честны. Если в вашем питании присутствуют такие вещи, как наваристые супы, отдельно костные бульоны, холодцы, студни, вот это вот все изготовлено из настоящего мяса, это здорово и замечательно, это база, без нее наш организм вообще никак не работает. Но можно ли наесть абсолютное количество белка вот этими вещами, давайте не будем обманываться. Это вряд ли, потому что такое количество мяса, такое количество костных бульонов, наваристых супов никто из нас не употребляет. Если вот эта база в вашем ежедневном питании налажена, то изучите еще количество поступаемых минералов и витаминов. И вот тогда, скорее всего, вы приблизитесь к тому, что материалов на синтез вашего коллагена в организме будет достаточно. Главный вопрос, ради которого мы все здесь сегодня собрались, нужно ли принимать добавки с коллагеном? О чем говорит наука? В 2023 году вышел метаанализ, который собрал в себе результаты 26 исследований, которые были проведены при помощи плацебо-контролируемых методов. И выяснилось, что если человек в течение трех месяцев, средний человек обычный, принимает гидролизованный коллаген, то в среднем он добавляет к своему синтезу коллагена 10-15%. А это, согласитесь, очень немало, что говорит жизнь и клинический опыт. Когда мы с пациентами на приеме обсуждаем их состояние здоровья, поголовное большинство недоедают белка. Все-таки в организме есть дефицит. Когда мы начинаем считать, сколько конкретный человек ест белка, это недостаточно, это мало. Но чаще всего пациенты как раз утверждают, нет, я слежу за питанием, я ем. Но для того, чтобы правильно рассчитать количество белка, которое должно поступать в ваш организм, есть специальный доктор, зовут его эндокринолог. Очень часто эндокринологи имеют квалификацию еще и диетолога. Это не случайно. Почему? Потому что взвесить и рассчитать конкретное количество белка в вашем организме или в моем – это работа эндокринолога. Те люди, которые уверены, что они доедают белка, чаще всего его недополучают. Поэтому мы видим ранние морщины, поэтому мы видим обвисание кожи над коленками, поэтому мы видим какие-то проблемы с суставами, боль в пояснице, шейный остеохондроз, как его называют, и прочие прелести разрушения соединительной ткани. Поэтому, когда встает сакраментальный вопрос, принимать добавки с коллагеном, не принимать добавки с коллагеном, полный интернет разноречивых всяких советов, я скажу так, и вы будете об этом знать, будете уверены. Конечно, принимать, потому что вот эти добавки гидролизованного коллагена, который устроен производителем так, что молекула мелкая, она очень хорошо усваивается, проникает через энтрациты в клеточки нашего кишечника практически без потерь, то есть наука уже научилась делать такие замечательные продукты, являются буквально бесценным источником драгоценного белка, из которого наш организм потом произведет здоровые крепкие мышцы, упругие суставы, и будет хорошо жить любой своей клеткой, потому что коллаген входит в состав, напомню, 80% нашей ткани. Итак, какие плюшки мы получаем от приема коллагена? Кожа. Кожа становится плотной, кожа становится упругой, кожа становится более сопротивляющейся к гравитации, и это доказано наукой. Вы можете спокойно совершенно принимать коллаген для красоты. Конечно, не будет такого, что минус 10 лет, как иногда обещают разные маркетинговые слоганы. Пусть они пишут все, что угодно, но вы знаете, что ваша кожа точно гарантированно будет лучше. Волосы и ногти, про которые часто говорят, вот пейте коллаген, будут хорошие волосы, хорошие ногти, выясняется, что не все так однозначно. Убедительных исследований, которые бы сказали, да, точно будут хорошо расти волосы и ногти при приеме коллагена, нет, пока еще, пока еще нет. Но что говорит жизнь? Если у человека есть дефицит белка и плохой синтез коллагена, волосы и ногти точно будут хуже. А вот те люди, которые принимают хотя бы какое-то незначительное полтора грамма дополнительных белка в день, обязательно через какое-то время, но только долгое, не через неделю, не через две, а примерно через 3-4 месяца начинают видеть улучшение структуры волос и ногтей. Итак, мы с вами поговорили про то, нужно принимать коллаген или не нужно, кто он такой, зачем он нужен, прочее, обсудили и дошли до главного вопроса, вашего любимого, который вы задаете всегда. Сейчас я вам расскажу про 4 источника коллагена, которые сейчас существуют на рынке. Первый источник коллагена – это рыба, рыба и морепродукты. Это замечательный источник коллагена, который у нас и с пищей-то поступает недостаточно, особенно вот у людей в средней полосе России, где же нам это рыбы взять достаточного количества. Промышленность научилась делать замечательный рыбный коллаген, который еще часто обозначен таким красивым словом «морской». Так вот, морской – это рыба и морепродукты. Почему это сырье очень выгодно и популярно? Потому что, во-первых, эти добавки с таким коллагеном, с морским, очень хорошо усваиваются, потому что там очень мелкая молекула. Второй источник коллагена – стейковый коллаген. Это коллаген из говядины. Говяжий коллаген очень распространен, широко используется, можно применять абсолютному большинству людей. Это отличный источник коллагена первого и третьего типа. Очень выгоден тогда, когда вы перенесли травму, когда вы готовитесь к большим физическим нагрузкам, когда вы выздоравливаете после каких-то заболеваний. Самый такой замечательный источник коллагена – это бульон длительного варения, длительной варки и то, что содержится в виде желе. Вообще, я хочу сказать отдельно по такому нюансу, как форма коллагена. Если коллаген сухой, как порошок, из него усвоится очень немного, к сожалению. Если коллаген жидкий, питьевой, из него усвоится гораздо больше. А если он такой желеобразный, похожий на то, из чего его получили, вот этот усвоится лучше всех. Поэтому говяжий коллаген отлично усваивается тоже. И, кстати, говяжий коллаген дешевле, чем морской. Для кого-то это важно. Третий источник – каннибалистический, то есть свиной. На самом деле, свиной источник коллагена – отличный источник, очень похож на говяжий. Очень много содержит коллагена первого и третьего типа. Легко усваивается организмом, и на него минимальное количество аллергических реакций. Но, к сожалению, не подходит тем людям, которые имеют религиозные причины его не употреблять. Всем остальным можно и нужно. Четвертый источник коллагена – куриный. Курица подходит большинству людей, которые имеют любые ограничения, ну, кроме тех, естественно, у кого есть аллергия на курицу. Пожалуйста, тоже внимательно читайте этикетку. Но про курицу надо сказать нежное. Из куриной кожи, из куриных костей, из структур соединительных тканных куриц появляется коллаген, который близок, и, ну, по сути, является коллагеном второго типа. Вот этим самым дефицитарным, который у нас хуже всего синтезируется, меньше всего усваивается, его труднее всего найти. И даже если вы едите много курицы, это еще не факт, что он усвоится. Поэтому коллаген из курицы – отличная штука, отличная добавка с коллагена второго типа. Для чего? Для ваших органов зрения, для ваших суставов, для ваших связок и для волосяных фолликулов. Замечательная штука. Еще важный нюанс – в какой форме вы собираетесь употреблять коллаген. Самая крутая, на мой взгляд, форма выпуска коллагена – это такие шотики, такие маленькие баночки, ампулы иногда, иногда пластиковые, иногда металлические, в которых содержится живой жидкий коллаген. Никакой особенной работы для того, чтобы организму его усвоить, не нужно. Принимаются они очень легко, пьются там одним глотком, и все, вся форма у вас в организме, все здорово. Что не всегда бывает хорошо. Часто производители туда добавляют какие-нибудь ароматизаторы, подсластители, какие-нибудь красители. Не все, конечно же. Так вот, если вы хотите максимально усвоить коллаген, выбирайте жидкие формы, но там, где производитель вас пожалел и не добавил лишнего. Ну и наконец-то мы подошли с вами к тому заветному чек-листу, который сделает применение коллагена эффективным. Пункт первый. Если вы начали принимать достаточное количество коллагена в виде еды, обязательно добавьте туда овощи, витамин С и микроэлементные добавки. Вот тогда добавленный коллаген в ваше питание сделает всю эту кучу рабочей. Второе. Фактор времени. Если вы выбрали гидролизованный коллаген, помните, что у него есть дозозависимый и хронозависимый эффект. Принимаем не меньше 10 грамм, не меньше 12 недель. Пункт номер три. Если вы хотите поддержать вашу кожу и все ваши покровные органы, роговицы глаза, ногти, волосы, слизистые оболочки, то выбирайте коллаген первого и третьего типа. А если ваша цель крепкие суставы и отличные мышцы, выбирайте коллаген второго типа. Правило четвертое. Это безопасность. Если вы правильно прочитали этикетку и сверили со своими непереносимостями, то есть вы переносите рыбу, курицу и все благополучно, обязательно дочитайте этикетку до конца. Там не должно быть ароматизаторов, подсластителей и прочих неприятных вещей. Пункт пятый. Секретный. Если вы начали принимать коллаген, знайте, что чем дольше вы его применяете, тем лучше от него эффект.